В индустриальном районном суде за получение взяток осуждена 48-летняя преподаватель английского языка медицинского университета. Сотрудница кафедры иностранных языков вуза учила своему предмету еще и учащихся медколледжа. По данным следствия, именно они и платили педагогу. В объем обвинения вошли 13 фактов взяток, однако пять из них при назначении наказания не учитывались за истечением срока давности. Но оставшиеся восемь эпизодов в сумме составили 116 тысяч рублей. Учащиеся колледжа покупали зачеты, оценки на экзамене, а также пропуски теоретических и практических занятий. Расценки были дифференцированными и отнюдь не копеечными. Так, например, один из молодых людей отдал 12 тысяч за ликвидацию задолженности и удовлетворительную оценку на экзамене, куда ему даже не пришлось ходить. Другой заплатил 19 тысяч за отличную экзаменационную оценку и получение зачета. Деньги подсудимая получала переводом на банковский счет. Часть взяток шла через посредницу. По индустриальным районным судам города Хабаровска рассмотрено уголовное дело по обвинению старшего преподавателя иностранных языков Дальневосточного государственного медицинского университета, которое в период с 2020 года по 2022 год незаконно проставляло студентам за незаконное денежное вознаграждение зачеты и экзамены без их фактического прохождения. На этапе следствия фигурантка уверяла, что не совершала ничего противозаконного. Зачеты и оценки за экзамены она якобы ставила заочно из-за ограничительных мер в активный период коронавируса. По словам обвиняемой, учащихся она итогово оценивала, основываясь на их успеваемости в период обучения. Фигурантка раскаялась и частично признала вину. На последнем слове она просила не отправлять ее за решетку, так как ей нужно заботиться о несовершеннолетнем сыне и пожилых родителях. Фемида пошла навстречу. Приговор 6 лет условного заключения с испытательным сроком 4 года. Также хабаровчанка должна будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве судебного штрафа. Кроме того, ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью в ближайшие 3 года. Из университета женщину уволили. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.